МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие фотографии для семейного альбома Татьяны Кравченко. Ой, Татьяна Ивановна Пельцер и маленькая Аня. У меня нет такой фотографии. Был ли у нее роман с коллегой? Сашечка Абдулов, мой зайчик дорогой. Влюбленной вы были, да? Да, была влюблена. Давно ли актриса была у себя на родине? Ты не был никогда в Донецке? Ни разу? Только проезжал на поезд. Кто и зачем вызывал Ивана Агапова и Татьяну Кравченко в Кремль? Я говорю, а куда там ехать, я там ни разу не был. Дальше была замечательная фраза. Вас там отрегулируют. Отрегулируют. И вся правда о нашем любимом сериале. Сейчас будут седьмые, будут седьмые, слава богу. В Минске будем снимать. Нас же туда не пускают, Киев. Добрый день. Сегодня мы листаем семейный альбом Татьяны Кравченко. Ладно, давайте выпьем за приезд. Ольга Николаевна, не бойтесь. Это моя наливочка, собственное производство. Мягкая, как пушинка. Представьте, пожалуйста, наших сотропезников сегодняшних. Это вот мой друг, ближайший актер нашего театра, партнер великолепный, Ванечка Агапова. Его, кроме как Ванечка, в театре никто не называет. В театре в Минком. Это моя доченька, Анна Дмитриевна Гербачевская. 30 лет недавно исполнилась. Ну, не будем цифровать. Зачем же вот так вот по полиции? Ну, ничего. Человек выглядит на 21 час. Ей не дашь. А вот это самый главный наш хозяин дома. Это фунтик, шпиц. Вот такая компания у меня дома. Я знаю, где-то у вас здесь и кошка прячется. Да, кошечка есть. Старенька. Но она старенькая. Она прячется вот от этого хозяина. Терроризирует? Терроризирует. Иван, а у вас же тоже, по-моему, мы же кошатники, да? У меня и то, и то. А, и собака тоже, да? Кошка, и пёс. То есть никто не ищет лёгких путей. Абсолютно. Лёгких путей сожительства. Ну, они очень помогают. Вот так вот. Вот чувствуют, одна с этой стороны, и он с этой. И лежит, и всё. И на самом деле легче становится. Потом нужно же, чтобы кто-то любил просто так. Да. Не за что-то, а просто... Просто человеческое чувство. За то, что ты есть. Я знаю, что вы вообще ведь хлебосольная девушка. Да. Известно, что она... Знаете, что... На съёмках всегда... Да. Да. Если я снимаюсь, то у меня в Гримвагене, это знали все сваты, всегда у меня сало. Мы же в Киеве снимали. И всегда ко мне мальчики все. Режиссёр, Федечка. И один раз Федю, почему спасла... Добронравова. Добронравова, да. Мы снимали в Москве, и какой-то обед, киноберт привезли. А я ему дома готовила борщи. И вдруг вся группа свалилась, отравилась. Это было в Москве. Мы в Москве снимали. Мы тючки. Смотрите. И он как-то... Вот так вот я могу. А сейчас всю кулинарную задачу взяла на себя моя доченька. Я уже к плите не подхожу. Ей это нравится. У меня есть молодой человек, и она за ним ухаживает. Вот что касается готовки, это всё. А всё она вот. И печёт, и печёт, и всё. Я помню, когда вам 13 лет было, вы достаточно безаперляционно сказали, что вы будете моделью. И? Боже, я так говорю. Было бы точно, абсолютно, отвечаю. Ну, это нет. Это нет. Это нет. Нет, потому что Юлия Слава Зайцев взял с удовольствием. Он как раз вот рядом с нами. Взял, она же высокая, то, что надо. Сколько, кстати? 187. Вот. Сантиметр. Да. А молодого человека сколько? 190. Хорошо. Нет, смотрится неплохо. И это самое... Мать и сыну. Шоу-кастилка, поэтому. Да-да-да. Шоу-поэтому. И ты понимаешь, я была на занятиях, вдруг прихожу, как через месяц она плачет, сидит. Я говорю, все такое, не пойду больше, говорит. Не мой образ жизни. Когда ей было, сколько тебе, 15 лет? 14. 14. Я говорю, откуда ты знаешь, какой образ жизни, ё-моё? Ну, мама, еще нога болела. Но она не может улыбаться. Нога еще болела. И вот она не мой. Он, улыбайся, аня, аня, в голову, я... Она вот так вот сидит. Понимаешь, да? Ну, не её это. А я сына, в общем. А вы в нежном возрасте, детском танец? Это детский сад. Сколько это лет? Самая крупная была. Года 4. Взгляд невеселый при этом какой-то. А у меня невеселое было детство. Детство было тяжелым? Тяжелое. Строго было. Что, родители? Строго, да. У меня отчим был. Отец ваш, ну, как принято говорить, биологический. Биологический. Три месяца, да, вам? Да, мне было три месяца. Он при этом был незарегистрированный отношение, были с мамой? Нет, нет, мама молодая была. У вас фамилия какая была вот в этом возрасте? У мамина фамилия Карлаш. Вот видишь, мы где-то там оттуда, из Австро-Венгрии. Ага. Туда, ну да, баронесса, вот это. Баронесса, да. Вот это все, все вот это вот. Это там вообще так извелся. А что, между прочим, баронесса фон Карлаш, ну и как звучит. Да, да? Татьяна фон Карлаш. И потом по всему вот эту любовь к Пиеву, понимаешь? Это уже все оттуда. Аристократы они-то обожают. Потом, значит, вот, стало... У меня он удочерил, я не знала долго. Я в седьмом классе только узнал. Соседи доброжелатели. Папа, папа. А в какой форме? Как это было сказано? Соседи. Да у тебя отец твой старик был с бородой. Он же старше был матерью. Ой, я сейчас боюсь соврать, потому что если она увидит, она насчет меня. У бабушки было, по-моему, 20 или 21. Ему, по-моему, уже 50 было. О, это такая приличная разница. Он влюбился. Он был, наверное, главный инженер 300 угольщиков, ну такой. Начальство. Вот это вот я, вот это вылитый он. Серьезно. Вот это губа, это заячий чуть-чуть. Вот это все, нос. Очень похоже. Я увидела его маленькую фотографию. Мама только лысая. Только лысая. Он лысый был. Мама только лысая. Да, абсолютно. Потому что мама у меня маленькая, черненькая. Фунтик-то, может быть, покорить можно. Это не к тому, чтобы самому можно было подпадать под это дело. Ванечка, ты за этим же пришел. Ну что ты, не стесняйся. Что значит, я за этим пришел? Покушать, а что, нет, что ли? Давай, Ванечка. Рыбку, вот, колбаска, вот, пожалуйста, бекончик. Чай, пожалуйста. Чай хороший. Фрукты, фрукты. Город, в котором вы появились на свет, он тогда назывался Сталина, да? По-моему, Донецк. Да, Сталина. 53-й год как раз в год, когда он не стал. Ваши отношения, кстати, к Сталину, я думаю, такой вопрос вам никто никогда не задавал. В общем, в основном, да. Ой, ну, ты знаешь, у меня и отец ведь сидел. Да. В 27-м лет ему было. Ну, биологически. Я понял, да. Ну, как, у меня генетически не может быть хорошего отношения. Отец сидел, он работал золотопромышленником, он сибиряк. Все со слов мамы, понимаешь? И его били. У него как раз история, как вот, я читала потом у Солженицына в архипелаге ГУЛАГ, там они забивали до кровянки, а в яме сидел медведь живой. И вот они его побили и туда, в яму эту, и типа на удачу. А отец был сибиряк, и с отцом, со своим ходил на медведя. Ходил на медведя в тайгу. Я понял, да. О, и он, говорит, и выходит, и он, я слышу, рык, темно, на кровь идет. Ну, угости его, и Господи, берется. И слышу, говорит, и вышла луна, и зубы он увидел, пасть. Она, зубы, она, а-а-а, не деть, а-а-а. И он ему вот так в пасть кулак, а другой рукой задушил. У меня с ним, у меня мурашки побежали, видишь? Глобиаторские просто какие-то, да, картинки. Он был крупный, большой, ну, я тоже, видишь, вот тут я тебе говорю. И он его задушил. Они приходят, говорят, утром, ну, говорят, о, он выжил таким образом, его не убили. А как вы относитесь вообще к тому, что сейчас-то происходит на родине? Очень ужасно. Никто не мог подумать, я так любил свой город. Такой был красивый город. Барбатый, розы, розы или иллюминации. Донецк, это да. Ты не был никогда в Донецке? Ни разу? Ой. Ты только проезжал к ним на поясе. Уже того Донецка нет, я боюсь. Ой, я не могу, у меня сердце кровью обливается, слушайте. Кто бы мог подумать, друг друга там молотят. Это вообще, вообще сам город, сам город. И народ, народ. Надо выпить. Да, хотя бы хорючая. Аня, вы бывали в Донецке? Да, я там росла. Ну, бабушка. Ну, а когда последний раз там была? А вот мы ездили с тобой, как давали интервью в журнал какой-то, да? Это я думаю. Когда мы с тобой плакали в нашей квартире, где я росла, там это, магазин сделал. Ну, родители продали ткани. И мы с Танечкой. Ну, тут же я в этом окне, я же мечтала. На первом этаже? На первом этаже, да. Мечтала. А тут вот была наша кухня. Рыдали. Вы знаете, я с вашим, ну, условно говоря, начальником, я знаю, Марк Анатольевич Захаров, он начальник. Он в Ленкоме. Конечно. Обсуждал как раз ситуацию на Украине. А вы вообще в своей богемной среде обсуждаете или вам есть о чем поговорить? Конечно, обсуждаю. Есть совершенно диаметрально противоположные взгляды. Очень даже есть. Диаметрально противоположные взгляды. Я поздравляю, что очень многие по этому поводу просто вот расходятся. Да, да, есть диаметрально противоположные взгляды. Но мы, поскольку нам жить и работать вместе, мы уже знаем приблизительно, кто стоит на какой платформе. И если речь заходит о чем-то, то вот лучше они вот об этом не говорят. Потому что у человека есть своя точка зрения. До скандала, да. Его с нее уже не сдвинуть. И чего, она вместе на сцену выходить. Поэтому... Ну, были сцепки такие, были. Были. Особенно поначалу там доходило до каких-то... Слушай, а в семьях что происходит? Тут у моей подружки Олеся Железняк. Они там в Днепропетровске, кто там живет, братья. Там просто они не разговаривают абсолютно. Сейчас вроде как немножко полегче стало. А то просто... Наладился диалог. Наладился диалог. Ну, теперь зато в Голливуде из-за Трампа они там разводятся. Да, да, да. Теперь у них есть о чем поговорить. Да, мы стали законодателями МОД в этом смысле. Татьяну Эдуардовну, как за глаза в коллективной? По фамилии? Кравченко или Таню? Есть какое-то у нее кодовое имя? Сейчас исключительно Татьяна Эдуардовна. Нет, не Татьяна, а просто Эдуардовна. Эдуардовна, даже, скажем все, даже на музыку положено. Да, да. В финале первого акта «Женитьбы» выходим, там все к коллективам уходят, там такой узенький выход, и все толпятся, там такая пробка образуется. И звучит музыка, и мы все хором там толпимся, там и Дима Певцов, там и Саша Сереник, и Раков, и мы все хором. Ах, Татьяна Эдуардовна. И на музыку это положено, это такая традиция в финале первого акта спектакля. А там ложится хорошо, Татьяна Эдуардовна. Она началась ложиться. Ложится хорошо, в смысле, музыкально. Это у меня Ольга Александровна, мы дружили же с ней, да, и с Татьяной. Когда она узнала, что я Эдуардовна, она, боже, она еще и Эдуардовна. Такая реакция не была. А потом она тоже меня так пробили, кровец, кровец. Я ведь знаю, потому что вы в Ленком пришли Яковлевой. В школе-студии МХАТ я была Яковлева. В конце четвертого курса я вышла замуж, стала Лавинская. За Володечку Лавинского, царство медицинское, ну, умер, но не из-за меня. Вот, это самое. У него папа скульптор, и он, значит, скульптор. Он сказал, моя фамилия тебя прославит. Ну, вот это он зря сделал. Понимаешь, я тут же опять стала Яковлевой после развода. И вот тут, когда я, значит, играла «Мои надежды», первая главная роль, вот, Статьяна Ивановна Пельцер. Но еще числилась Яковлева. Уже, нет, подожди, числилась, да. По документам. По документам. И вот тут, вот, какой-то Марк Анатольевич говорит, надо фамилию поменять. А тогда действительно, Лена Яковлева, Марина Яковлева. Ольга. Ольга Яковлева, театральная была, Примадонна Уэфроса. Вот, Асмя, это вот тоже Шана Яковлева, Александра Яковлева. Одна даже была актриса Татьяна Эдуардовна Яковлева. Для чего делать? А тут просто полная детская. Да, да, полностью. И он мне говорит, давайте, какие есть фамилии там в роду? Я же не могла, понимаешь, сказать Токарева. Это моего отца биологического, потому что обиделся. Он и так обиделся, Эдик, что якобы его фамилию Яковлеву сняла. Отчим, да, Эдуард. Я говорю, ну вот у меня, значит, Карлаш. Ой, нет, нет, это что-то не русское. Потом говорит. Я говорю, вот бабушка Кравченко. О, давайте, в правительстве много хохлов, быстрее звания дадут. Ну, с юмором, конечно. Ну, звание мне дали не уже. Не за эту. Не за эту. Когда их там стало гораздо меньше. Когда их там стало гораздо меньше. Там уже при Ельце, да. Потом была Гербачевская. Меняли фамилию? Да. В паспорте фамилии Мьянов. Была, да. Потом, когда разводились... А на фишке фамилия? Нет, на фишке была Кравченко. Я в театре Кравченко, в паспорте, а потом и в паспорте сняла. Стала уже в паспорте Кравченко. Сейчас в паспорте с Татьяной Эдуардовной Кравченко. Прославились вы считаете, когда? Когда вы стали звездой? Вот когда вы считаете, что... Ну, я так звездой бы не называлась. Ну, ладно, не на скромность. Ну, не на скромность. Ну, не на скромность. На самом деле, я не скромная. Иван, да. Звезда? Она? Сейчас? Безусловно. То есть практически все молодое поколение театра считает за честь. Фунтик с концентрированной идеей. Его спрашивать не будем. Аня, мать-звезда? Думаю, что да. Я, наверное, люблю. Мы ее сейчас поставим на голосование. Ну, ладно, Женечка, ну, пристаньте смущай меня. Ну, подожди. Я еще не разучилась краснеть. А вот в этот период? Слушай, ну, тут, понимаешь, по-моему, ну, наверное, первые сваты только шли. Сваты? После сватов, конечно. Сашечка Абдулов, мой зайчик дорогой. Влюблены вы были, да? Да, была влюблена. Вот эта влюбленность моя помогла мне уйти от первого мужа. Вот как? Да. Я аж пришла в театр после института. Ну, вот, блинком сразу. Абдулф роковой, получается, мужчина. Боже мой, талантливый, обаятельный, красивый. В куларах-то, Иван, вот обсуждается, когда возникают какие-то отношения, или кто-то вздыхает в труппе. Это сразу становится предметом обсуждения. Мы с Татьяной Эдуардовной, по-моему, уже в том состоянии, когда вот раньше и деревья были большие, и романы были громче, и слухов было больше. Сейчас это все как-то культурненько. А знаешь, почему? Почему? Потому что не было где-то таких гастролей, как у нас были. Нет, почему сейчас гастроли случаются? Ну, случаются, случаются. А то есть все это случалось на выезде, да, я так понимаю? Ну, конечно, на гастролях. На месяц, помнишь, мы в Ростов, или на два месяца, вся труппа едет. Все спектакли, на двух площадках работали. А сейчас такого нет. В Питере. Пяти лет жизни в Питере провели, потому что каждый сезон на полтора месяца действительно вся труппа туда выезжала. Да, вот там. Отрывалась от корней. Там вообще. От коллектива. От семьи. Да. Когда же не было, как сейчас, тотальной экономии, что сейчас вот, не дай бог, там лишний час артист в гостинице проведет, это продюсер застрелится. Да, да. А тогда на месяц всех вывозили, заняты в спектакле, не заняты. Да. Ну, конечно, первая неделя, Эрмитаж. А все-таки так. Павловск. Да. Да, все-таки культуру поднимали. Ну, а потом, конечно, в перерывах между экскурсиями и спектаклями возникали какие-то радости. Смотрите далее. Был ли у Татьяны Кравченко роман с коллегой? Если мужа в койке назвать Сашей, думая об Абдулове, возникнут какие-то поводы. Неужели у нашего любимого сериала будет продолжение? Сейчас будут седьмые, будут седьмые, слава богу, в Минске будем снимать, нас же туда не пускают, Киев. Кто и зачем вызывал Ивана Агапова и Татьяну Кравченко в Кремль? Я говорю, а куда там ехать, я там ни разу не был. Дальше была замечательная фраза, вас там отрегулируют. Отрегулируют, да. Как дочь народной артистки ответит на непростой вопрос? А как вы вообще отреагировали на то, что родители подошлись? И о чем спорят мать и дочь? Чего? Чего-чего? Воздражаю, что ли? Вот многое становится понятно. Я видел в вашем интервью прямо слезовыжимающее, где вы рассказывали, как вас... Рассказывали, как вас мужья обижали. А теперь все становится понятно. Ветреная девушка, тема ревности, все время на гастролях. Не все время, во-первых. Во-первых, такие... А только после того, как мужья обижали. Я хочу сказать... Нет, я не изменяла мужья. Так можно и не изменять, а повод все равно для ревности дать. Ну, это же... Если мужа в койке назвать Сашей, думая об Абдулове, возникнут какие-то поводы для рукоприкладства? Саша, во-первых, не было таких близких отношений, так, чтобы я в койке Саша, Саша мечтала. Нет, знакомого не было. Ну, один разочек было там, наверное. А, все-таки вот так. Да, ну, это было по-дружески, все нормально. По подругам, не пожалуйста. Я хотел знать, как это по-дружески. Ну, ну, как, ну, все, поцеловались, да и все, Господи. Музыку послушали, и все. Это я, а он-то не был в меня влюблен далеко. Он, у него другой вкус. Да и до сих пор его люблю. Ты рассказывал, что дружили очень хорошо. Дружили, да, скорее. Мы любовниками-то не были, понимаешь, дружили. Доконать меня решила. Да нет же. Я решила больше не ждать милости от природы. Нападение при исполнении. Ой, так ура. Не трошка, главное. Работают вдвоем там актеры и актрисы там с каким-то спектаклем. У них главные роли, у них должна быть любовь. Ну, и там могут возникнуть какие-то очень даже более чем дружеские отношения. Музыку послушать. Да, да. Музыку послушать. Музыку пела сегодня Моцарта. Да, но музыку послушать. Я это помню. Да, я не послушаю музыку. Это я все очень хорошо помню. Ну, это вовсе не значит, что ради этого надо уходить из семьи, бросать единственного родного человека. Все, жизнь поменять. Нет, выпустили спектакль и сказали спасибо большое за совместную проделанную работу. И снова в дом, снова в ячейку общества. Туда, где любят, где ждут, где ценят. Я вспомнила. Вот. У нас же главная роль была у меня, у Саши. Моя первая, мои надежды. И вот там в какой-то момент у нас такой взгляд, ну, типа, финал уже, любовь. Поцелуев не было, слава богу. Потому что я не люблю на сцене, когда все. И вот так мы смотрим друг на друга. И он на меня, и я на него. И вдруг он мне говорит, Кравчилов, у тебя усы. Я, как бы, я понимал, что у меня там пушок, да, такой. Я в зеркало, и как стала их видеть, ему надо, как он так закомплексовал. Чапаев. Он потом мне, Чапаев. Представляешь? Да, вот такая любовь. Ты что сейчас сказал? Это кто разводиться будет? Сколько ты у меня кровью попила? Ага, я же не железный. Могу он, как Анатолич, дверью хлопнуть. Поглядите на него. Дверью он хлопнет. Это я тебя сейчас так хлопну, что вылетишь отсюда и до родного берега долетишь. Слыкал? Ой. А вот угрозами, Валентина, ты брешь в наших отношениях не заткнешь. Да я тебе сейчас глотку заткну. Иван, скажите, как вы считаете, какой главный достоинство и главный недостаток у вашей подруги и коллеги? Вот так вот, прямо вот. Достоинств много. Так. Про недостаток я не знаю, стоит ли говорить на всю сцену. Ну что, они стоят уже, ну так, для полноты картины, да. Про недостатки не надо. Достоинство, я считаю, что это искренность и непредсказуемость. Ну и талант, разумеется. Они же и недостатки. А все недостатки, это продолжение нашей достоинства. Абсолютно, да. Это тоже искренность, это доверчивость и это тоже непредсказуемость. Да, да, да. Мне так кажется. Вот правильно, наверное. Ань, а вы считаете? Доброта и отзывчивость, она, конечно, помогает всем. Недостатки, ну, тоже иногда. Доброта. Отзывчивость и доброта иногда в злую шутку с ней играет. Это, как говорится, не делай добра, не получишь зла. В Татьяне, несмотря на баронессу Карлыша, в ней такая славянская душа, в том смысле, что в ней всего много. Это ужасно. И много, а оно иногда может перехлестнуть через край. Это ужасно. Балует мама, Вась? Всю жизнь. И покупаешь ее любовь, маме говорила. Когда барби я таскала, я из Швейцарии, первая барби у нее была. Как любовь можно купить, мать? Ну, чего ты городишь? Я считаю, что вот сейчас уже, когда выросла, думаю, мама не то, что любовь покупала, она как бы заменяла вот свое отсутствие, то, что я увяжала. Компенсировала. Да, компенсировала. Да, именно вот этими игрушечками, подарочками, что вроде как она и любит меня, и не забыла там. Что вроде как? Хотя, на самом деле, я-то этого вообще ничего не понимала. Ну, с бабушкой пожила. Ну, там, у соседки осталась. Ну, ты же меня помнишь, я все время была. Я помню тебя, деточка моя. Только рисовала, сидела. Что может быть страшнее арабского террориста, это еврейская мама. И, несмотря на баронессу, там иногда захлестывает. Я у вас в фейсбуке нашел вот эту фотографию. Это где? Это из Берлина. А, это ваша берлинская квартира? Да, да, да. Мамин подарок? Да. А почему Берлин? Обычно у нас эстрада вся в Майами, другие в Лондоне. Там жарко, в Майами и солнце нельзя. Берлин, я считаю, во-первых, центр культуры, центр Европы. Я хотела, чтобы она там училась. И купила в Берлине. В Испании, ну, что в Испании делать? Я немцев очень люблю. Ну, баронесса, понятно. Да, 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 ну, ладно. А в Савенгерске корни. Да, да, в Савенгерске корни. И вообще мне хотелось, чтобы она там выучила язык. И природа мне их нравится. Сейчас там тяжелая ситуация с этими мигрантами, мигрантами. Ну, да. Там тяжеловато сейчас. Чувствуется, да, это? Да, там есть такой момент. В первую очередь они учат беженцев. Вы по-немецки как-то говорите? Нет. Мама вон по-французски играла там, мадам Бавари. Ну, да, Бавари, это вообще, да, это такой был. Вот как вы запоминаете? Вы понимаете, что вы говорите? Или вы просто вот выучиваете текст на иностранном языке? Это невозможно выучить, если его не понимать. Ага. Последнее моё приобретение на... Это вообще! Это ругательство на арабском языке. На арабском? На день опрещника. А можно что-нибудь? Ты меня... Это всё равно вырежет. Да, там, знаете, очень много вот этих самых гласных. Типа у и прочее. Да, да, да. Как он с этим справился, да вообще? Как говорили древние греки, об альтере экспектес, альтере квот фицерес. Валера, если бы ты знала, как я устала от этих постоянных оскорблений. Ну, кстати, вот сваты там же делают луганские ребята. А вы сразу, когда этот проект возник, осознали, что это вот всё, это вот теперь рейтинги, это победы? Нет? Нет, Женечка, что ты? Девятый год, да, ведь первый фильм? Да, 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 наверное, да. Сейчас будут седьмые, будут седьмые, слава богу, в Минске будем снимать. Нас же туда не пускают, Киев. Киев не пускают из-за всех этих дел. То есть теперь сваты переезжают в Белоруссию? Седьмые уже написаны, мы ждали вот три года. Там снимать будут, команда та же, но снимать просто будут. Ну, не пускают, но что делать? Оказывается, Андрей Яковлев, вот эту валюху, он уже конкретно писал туда, на меня. И вдруг Федя, аж тогда Федя тоже, я его первый раз увидела, да. Думаю, ну что там за история, ну, бытовуха абсолютно, ну какой там. И я захожу в банк, как сейчас помню, в Киев приехали на вторые сваты там поменять. И молодые ребята в банке, казалось бы, сидят там, не на рынке, знаешь, которые смотрят вот такие истории. Слушай, подожди, говорит по телефону, подожди, там сваты, сваты начинаются. А я сижу перед ним, он меня не узнает. И вот эта вот фраза его, там сваты, сваты погодят, ты не смотрел? Ой, обалдеть, обалдеть. И я это все слышу. И вторые потом пошли, потом пошли третьи, потом пятые, четвертые, пятые, шестые, вот потом вот сейчас седьмые. Сама смотрю, сама смеюсь, вот понимаете, отдыхаю действительно. Вот такая удача. Там все подобраны великолепными, на мой взгляд. Федя тоже, ну, мы влились там, мне кажется, мы такая пара, мы и в жизни. Ну, я-то, конечно, там влюбилась в одно время. Но, слава богу, что все это было по-дружески. И все, я так благодарна. Такой партнер. Хорошо как, ядрит твою. Давай иди, оболоснись. Так куда полоскаться? Я ж только поела. Да ты постоянно ешь. Что тебе, не мыться теперь, шули? Тьфу на тебе. Ну, Женечка, что хочу сказать. Это не только я переживаю из актеров. Особенно Девьяненко это сильно переживал. После этого Валюхи, и очень много раз слышала, что только никого из сватов. И, конечно, спасибо большой Валюхе, огромное. Но, конечно, хотелось бы все-таки еще посниматься, пока силы-то есть, понимаешь? А вот пик. Вот все. Поэтому радуюсь, что сегодня сват. Но это ленность, это я должен сказать, это ленность наших этих самых режиссеров и продюсеров. Они, к сожалению, вот как вы видели, а, ну вот это у нас... Да, ленность, ты прав, да. Вот так. Нет, а она же ничего другого не может, или он ничего другого... А ты попробуй, ты возьми, ты сделай. Нет, это как... То есть вот они вот берут стереотип. Таня вне сценического общения включает Валюху когда-нибудь? Бывает такое? Ну, как? Конечно, бывает. Бывает. Конечно, бывает. Она включает не только Валюху, у нее большой репертуар, у нее большой творческий репертуар и диапазон. А на съемке седьмого сезона в Минске-то вы летать будете или все-таки поездом? Вы же летать не любите, я знаю. Я вообще не люблю летать. А в Берлин как? На поезде тоже? Нет, летаю только пьяная. Выпиваю это игристое-игристое. Крепких напитков не пью давно. И вот в самолете. Мне сама стюардесса сказала, когда я побелела, побледнела, вцепилась. Ну, Анечка, он видел, как я один раз полетела. А вы нормально, да? Она тоже встала. Уже нет. У меня с мамой полетало несколько раз. То есть это заразное впечатление. Это заразное, это вирус, понимаете? Так молодой человек, вот они сейчас летели из Венгрии, тоже сам начал трусить. Я сижу там, все уже. Смотрите далее. Кто и зачем вызывал Ивана Агапова и Татьяну Кравченко в Кремль? Я говорю, а куда там ехать, я там ни разу не был. Дальше была замечательная фраза. Вас там отрегулируют. Отрегулируют, да. Как дочь народной артистки ответит на непростой вопрос? А как вы вообще отреагировали на то, что родители подошлись? О чем спорят мать и дочь? Чего? Чего, чего? Ну, сдражаю, что ли? И неожиданное признание Татьяны Кравченко. Ив Андрюшка, да, тоже в любовниках ходил. Вы ведь хотели уйти из театра, да, когда Анна появилась? Нет? Муж хотел. Муж хотел. Он же питерский. Ну да. Бросай театр, приезжай в Питер, я в Москве не найду себя. Идет Захаров, как будто прочел мои мысли. Татьяна Эдуардовна, мужа в Москву, мужа в Москву. И так он как-то это сказал. И он таки переехал. Он стал директором Наутилуса Пампилиуса. Это он их в Питер перетащил из Свердловска, да. Он их встретил на Ленфильме, прям влюбился в эту группу. А вам нравится то, что Бутузов поет? Ну, мне тогда, да, нравилось. Ну, когда Дима включал с утра до ночи, я вас ненавидела, конечно. С утра до ночи. Это вообще ужас какой-то был. Это вообще, ну, хватит, два ванны одной цепью, блин. Я из тишины, я думал, боже. А еще, когда выпивал под это дело, понимаешь, что у него просто весь дом был. Тогда уже не сильно. А вообще, да, мне Слава очень нравился. Бутузов, да? Да. А у вас вкусы музыкальные совпадают? С папиной. С папой все-таки. То есть папина дочь все-таки в этом смысле. Я похожа на папу больше, ну, по характеру. И характер тоже такой же, да? Да, характер, да. А как вы вообще отреагировали на то, что родители разошлись? Я никак не особо не отреагировала. Я так не вникала, если честно. Мы так сильно вместе не были. Да. То мы в Питере, то я с папой, то мама едет, то, наоборот, с мамой отец едет. Такого быта. И как бы, когда они разошлись, все равно мы виделись с папой периодически как-то. И я так особо даже, ну, сначала это и не поняла. А, вот так вот. А когда поняла, если честно... Да. Сначала непонятно. Ну, так и жили. Да. В целом случае, мне сейчас понятно стало, что вы ни раз, ни в одном интервью говорили, ой, меня там мужья не любили, меня мужья били. Не любили. Вот Иван не даст соврать. Самое дорогое, что мы можем дать женщине из частей организма, это руку. Вас же звали в жены. Такие... Я не понимаю, зачем они это делали. Значально. Вот это, наверное, было им и обидно. Они думают, она даже не понимает, на какую жертву я пошел. Вот именно. Вот мы-то с Иваном и с Фунтиком можем это понять. А вы не понимаете, так что я думаю, что... На самом деле не понимала. Я даже, когда уже понятно было, что он действительно обижал. Он действительно... Ну, правда, ну, правда, ну, ни за что. Ну, блин, ёма. Я и готовила, и ухаживала за ним. И, господи, боже, ты мой. Ну, не за что было у меня, так сказать, руку. А потом самое ужасное, что... Мамы характер. Чего? Чего, чего? Раздражаю, что ли? Ну, нет, ну, ты очень много меняешься. За полчаса, может, то хорошее, то заплакала, то захохотала. Я понимаю, что это из-за работы. Там нервов уже никаких не осталось. Я-то, как дочка, нормально с этим жила. Научилась справляться. А как это было сказано? Научилась справляться. И слеза. А папе, конечно, тяжело было. Мне кажется, тут просто не сошлись они характерами. Несколько. Маме хотелось какой-то поддержки. А папа, он тоже, как бы, ну, естественно, он, как любой мужчина, он тоже к себе уважение. А у мамы театр. А потом она еще меня родила. И все, внимание на меня. И ему, конечно, не хватало этого. Валюш, а можно мне плед? А то что-то прохладно. Сейчас я, Олечка, быстро, я быстро. Давай, давай! А то как утром продукты переводить, так ты первая. А как плед подать, так сейчас, Оль! Да сиди уже, господи! Я тебе сейчас посижу! Что за трудная женщина, а? Как я с ней живу? По всему я не должна была мечтать быть артисткой. Потому что была неинтересная подростка. Она, знаешь, такая, прыщавая вся, знаешь, такая. Как у меня в Щепкингах звали. Таня Шахта, Таня отбойный молотом. Понимаешь, такие кликухи мне в Щепкинском, когда я училась. Вот это точно. И, конечно, от отчима скрывали. Мать мне. Лежит так в ванной. Волосы так у нее. У нее длинные волосы вот такие вот черные. Она распустит их в ванной. Волосы шумят в ванной. Таня! Иди сюда! Ну-ка, прощи меня, погиб поэт. Погиб поэт, невольник чести пал. Ну не так. И в ванной лежит. Представляешь, вся вот в этих волосах. Нимфа, нимфа. Погиб поэт. Невольник чести. Так, руку в воду. Тьф-тьф. Вот так. Так вот в кого вы вот эту привычку приобрели. Я не про декламацию, а про полежать в ванной. Это значит у вас от мамы. Да. Ну, у меня и у Аня тоже лежит. Да, вот я ж не с пустыми руками. Я ждал, когда наконец мы заговорим. В ванну, что ли? Да. В ванну вообще. Так, это такие специальные соли. О, это... Да. Скрабы, соли. Все вот эти вот ваши дела. Женечка, я тебя... Это сейчас не игра. Это ты не представляешь. А до этого все игра была? Нет. Нет, это рассказ. Это искренне. У меня всегда дома стоит морская соль. Аня, скажи. Соль и сода. Я соединяю и лежу. Вот, нервы услыхаю. А это, так это же вообще, чеки... Это шпициката. Ну, все. Пошла в ваду. Еще я слышал про баню. Что любите вы... Да, это вот... Хоть говорят, уже вредно в возрасте. Без бани тоже жить не могу. Это мы сделали букет. Веники для бани. Ой, Женечка, ну пойдем вместе в баню. С удовольствием. С удовольствием, конечно. Вот там напротив дома. Вот ловлю на слове, а то вы все так говорите. Жень, я, между прочим, там такие в бане, ну, они частные. Вот напротив. Вот день рождения они там справляли со своими друзьями. Так красиво. Очень красиво. В бане? В водопад такой сделан. В водопад, это самое, парилка. Тань, а вот это вот, это ведь награда какая-то, да, я так понимаю? Вот это. В театре вот было 90 лет, Ванечка, и вот это мне подарили. Я, к сожалению, не смогла прийти, потому что заболел. На самом деле заболела Ваня. Это роза, то турандот. А, это роза турандот, да. Турандот был. И вот нам в 90-летие вот такую красоту подарили. А вот этого Оскара, а Оскар, это вот у Анечки молодой человек. Оскар награждается в этом нации, мама лучшей дочери в мире. Мама лучшей дочери в мире. Вот за это мне Оскар. Это молодой человек, Анин, Борис, это вот они мне на день рождения подарили. Это он. Это он, он придумал, он придумал. Борис, лишь лучшей мамой, лучшей дочери на свете. Я за это Оскар получила. А у меня есть настоящий орден. Не Путин вручил. За что? Орден, не медаль. Медаль это какую-то. За заслуги перед Отечеством. Да, за заслуги перед Отечеством. За заслуги очевидно. Самые маленькие, синенькие, синенькие. Сам. Рядом сидели. А, и Ванечка же. Мы даже фотографии вместе с ним. Я с ордена, а он народного получал. А я орден. Мы вместе сидели, вместе потели, да. Вместе ехали туда. Вместе ехали туда. Селились в театре, переоделись, сели в грязную машину. Я говорю, а как там? Говорит, прям въезжай в Спасские ворота. Я говорю, что, с ума сошли? И действительно, мы подъехали. Я говорю, а на награждение туда? Говорит, туда, увидев нас с Татьяной Эдуардовной. Да, да, да. Я говорю, а куда там ехать? Я там ни разу не был. Также была замечательная фраза. Вас там отрегулируют. Отрегулируют, да. И нас там отрегулируют. Я вам желаю новых наград. Чтобы вас отрегулировали еще и не раз, и не два. Вам специально мы оставили в семейном альбоме, который мы подготовили, несколько свободных страниц для внуков. Да. Вот. Я хочу, чтобы вы посмотрели этот альбом. Дайте мне фунтика. Дождались! Дры-сты-сты-ты-ты-сты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Мах! Ой! Татьяна Ивановна Пельцер и маленькая Аня. У меня нет такой фотографии. Ой! Теперь есть. Теперь есть. И Андрюшка, да, тоже в любовниках ходил. Это с фунтиком. Тимошка. Это такие фотографии. Ой! С Тимошечкой, с моим первым сюсиком. Это мы на съемках в Могилеве, на съемках фильма «Грибной дождь». Смотрите, какая я тут много обещаю, много обещаю. Женщина-вамп. А теперь она и не вам, и не нам. Вот, это моя любимая. Вот это вот мой муж-красавец-негодяй. Вот видишь? Вот видишь, какой красивый, зараза? На Михалкова чем-то похож, как мне броневой сказал. А я счастливая! Какая же была счастливая! Когда я рожала, мне доктор Акушер говорит. Я говорю, а-а-а-а, больно, режьте меня. Она говорит, Танечка, ты когда родишь, счастливей тебя не будет. Таких счастливых минут ты никогда-никогда не испытаешь. А это же нить, блядь, Сашечка, видишь? Смешно. Ну, рожа у меня, ё-моё. Момент. Момент, да. Ой, ну и рожи. Ой, батюшки. Пятилетие сватам в Киеве. Танечка, надо было, между прочим, похудеть. Что ж ты, коза? Видишь, щеки вон висят. Ну, видишь, какая ты, Танечка, сведенькая. Ой, где же такие фотографии нашли? Спасибо программе, спасибо. Это ж надо такие фотографии, ты посмотри. Это ж мы в сватах, когда годы, когда... У меня же дочка в год так была тоже. Так что мне было легко это всё воспринимать. Долгое период-то это годство? На самом деле, а годы такие фотографии? Три года. Три-четыре. Да, слушай, она меня извела. Это стаж. Сотовых не было. Ладно, пропадала. Я вообще, вообще, вообще. Ой, спасибо, теперь у нас будет альбом Аня. Вот это уже всё. Теперь я даже, если буду грустить одна, я буду смотреть и вспоминать. На следующем встрече, здесь будут свадебные фотографии. Свадебные фотографии. Может, и ваши тоже. Вот ещё, я прошу тебя, ты меня всё-таки... Я тебя за друга держала, слушай. Прекрати. Прекрати. Прекрати.